Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Сегодня у нас занятие по закупкам, конфигурация бухгалтерия. Итак, программа нашего сегодняшнего вебинара. Мы поговорим про разделы закупки, про настройки, про выбор режимов и строение справочников. Про особенности их настройки, сопутствующий документооборот. Отдельная тема это импорт и работа с иностранными поставщиками. Ну и немножечко пройдемся по дополнительным сервисам и обменам с другими конфигурациями. Рассматривать мы будем на примере бухгалтерии Корп, поскольку у нее немножко расширенные возможности. Соответственно, больше можно показать ее особенностей. Итак, во всех конфигурациях 1С и в бухгалтерии в частности, есть дополнительные сервисы, которые помогают на первых порах и, в общем-то, страхуют, если можно так сказать, еще неопытных пользователей. Сейчас вы видите на экране один из таких помощников, путеводитель по демонстрационной базе. Мы с вами находимся в меню покупки. В меню покупка. То есть поговорим мы с вами сегодня о закупках и снабжении. Итак, первое, на что я хотела обратить ваше внимание, что практически все возможности и дополнительные сервисы завязаны на информационно-технологическое сопровождение, то есть на ИТС. Для того, чтобы иметь возможность пользоваться всеми дополнительными сервисами, необходимо иметь подписку на ИТС. Сейчас у меня предупредительное окно на экране, поскольку в демо-версию мы не вводим данные по подписке, то у меня такое предупреждение будет возникать несколько раз. Я сейчас не ввожу, в принципе, вводить эти данные не буду, но для вас хотелось бы немножечко поподробнее рассказать про ИТС. Есть два варианта подписки – ИТС-техно и ИТС-проф. Отличаются они, во-первых, стоимостью, во-вторых, возможностями. Если у вас подписка ИТС-проф, то вы можете бесплатно пользоваться многими сервисами. Один из таких сервисов – это проверка контрагентов. Это очень удобная функция, поскольку позволяет по введенному ИТС, извините, по введенному ИНН заполнить все данные на предприятие, избежав ошибок, например, неправильное написание или что-то другое. Если у вас подписка ИТС-техно, то такой сервис вам доступен, но только на платной основе. Стоит такая функция, конкретно поддержка контрагента, порядка 5000 на год, ну и достаточно много других сервисов, которыми тоже можно воспользоваться, но, к сожалению, уже на платной основе. Поэтому разница в стоимости, в общем-то, бывает достаточно условная, поскольку, если мы сэкономим на самой подписке ИТС, то в этом случае придется доплатить за те дополнительные сервисы, которые вам требуются. Итак, начнем сначала. У нас есть меню «Начальная страница», есть меню «Главное». Начальная страница – это, ну, скажем так, экран мониторинга по состоянию на текущий момент нашей организации. Она отображает денежные средства, задолженности покупателей, сведения по продажам, немножечко включает в себя функции органайзера, то есть, если у вас введены задачи, она будет отображать их состояние. Новости – это касается обновлений и всех других новостей, которые связаны с компанией 1С. И самое ценное в этом мониторе – это методическая поддержка. То есть, здесь есть и руководство по ведению учета, и информация по подпискам ИТС, про которые я только что говорила, по конфигурации, и плюс мониторинг законодательства. То есть, позволяет сориентироваться, какие были выпущены новые, возможно, регламентированные отчеты или какие-то экстренные функции типа отражения коронавирусных скидок, льгот и так далее. Меню главное содержит основные справочники, которые требуются, то есть, нашей организации, функциональность и достаточно много других. Мы немножечко пройдемся по ним, это у нас было на предыдущих занятиях, но основные моменты типа дайджеста я вам сейчас расскажу. Конфигурация 1С бухгалтерия Корп позволяет ввести несколько юридических лиц, так же, как и бухгалтерия проф. Напомню, что бухгалтерия базовая версия позволяет ввести только одну организацию и, соответственно, не позволяет использовать эту конфигурацию, если у вас группа компаний. Потому что ввести каждое юридическое лицо в отдельной конфигурации достаточно неудобно. Итак, первое это организации. В нашем случае у нас организаций несколько, то есть, мультифирменный учет. У нас заполнены уже некоторые справочники, соответственно, есть ИП, есть юридическое лицо, есть торговый дом. Ну и плюс к этому можно использовать корпоративную аналитику, то есть, и в разрезе бухгалтерских конкретно отчетов, и в разрезе каких-то управленческих данных. С чего начинается работа с любым из подразделов. То есть, то, что вы сейчас видите на экране, это так называемое меню интерфейс такси. Такси – это когда у нас на боковом поле выложено меню разделов, и уже входя в конкретный каждый раздел, мы видим, какие функции доступны и что мы можем сделать. Повторюсь, основные настройки у нас задаются в меню главное или в меню администрирования. И уже более тонкие, если можно так выразиться, настройки задаются в каждом из разделов. Некоторые справочники дублируются, но, например, меню контрагента есть и в продажах, и в покупках. Некоторые другие организационные моменты, то есть подразделения, тоже дублируются. Мы с вами сегодня будем говорить про меню покупки. Меню покупки в первом столбике мы видим основные документы, которые касаются этого раздела учета. Видим во втором столбике – это некоторые отчеты и справочная информация. И в меню настройки, точно так же, как и в меню администрирования, можно задать более тонкие, если можно так сказать, настройки каждого подраздела. Ну, конкретно, например, меню запаса у нас начинается с функциональности программы и путеводитель по демонстрационной базе. То есть то, с чего мы с вами начинали. Это очень удобный сервис, который позволяет по каждому подразделу последовательно получить информацию про то, что там делается, чем там делается. И для чего это делается. Собственно говоря, если брать за основу бизнес-процесс, то снабжение в нашем случае можно разложить на несколько составляющих. То есть это закупки, что товаров, что материалов, что дополнительных каких-то услуг. Поступление дополнительных расходов, которые требуются распределить на поступающий материал. Ну, например, транспортные расходы. Предусмотрена возможность работать с импортом и работать с ввозом из стран-членов таможенного союза, ну, типа Белоруссии. Поступление услуг выведено в отдельное меню и работа с комиссионной торговлей. То есть если мы закупаем для комитента или если мы работаем с агентскими договорами через посредников. Ну и последний пункт нашего меню – это возврат товаров поставщику. Перейти из этого помощника в каждый раздел можно просто щелкнув кнопочкой на нужном пункте. Здесь есть подсказочки, то есть что произошло, каким документом это оформляется. И можно более подробно посмотреть справку по этому разделу. Кроме этого, здесь есть у нас еще возможность работать из другой информации. Во-первых, в функциональности программы нам требуется пройти последовательно по всем пунктам и заполнить то, что в нашем случае будет необходимо. То есть в соответствии с теми бизнес-процессами, которые происходят на вашем предприятии. Соответственно, я выбрала меню «Запасы», потому что главное – документы, банк и касса. Мы проходили на предыдущих занятиях, и поэтому сейчас мы с вами поговорим про запасы и про покупки. Соответственно, если мы ставим какие-то галочки, то тем самым мы активируем целый большой раздел и аналитики, и работы именно с данным блоком. Ну, например, розничная торговля – это возможность подключать кассовое оборудование, весовое оборудование, работать с товарными чеками и так далее. Комиссионная торговля – это возможность получать отчет комиссионеров. Внешняя торговля – это возможность работать с импортом. То есть, видите, у меня по умолчанию флажочки уже проставлены. И хочу обратить внимание, что здесь на некоторых разделах указано, что нужно именно полный интерфейс. Значит, полный интерфейс мы выбираем в меню «Главное». Здесь у нас есть полная, основная, то есть сокращенная, функциональность выборочная, если мы работаем только с каким-то определенным типом бизнес-процессов. И полная, то есть для работы, например, с внешней торговлей нам требуется полный интерфейс при выборе некоторых режимов. Если мы, например, занимаемся экспортом и импортом, то есть внешней торговлей. Самое основное при работе с покупками – это, соответственно, заполнение справочников номенклатуры, то есть построение иерархии по номенклатуре и работа с поставщиками, то есть с договорами. Здесь у нас есть очень интересные функции, которые помогают не только создавать текущие документы, но и анализировать и наших контрагентов, и возможность работать с другими сервисами. То есть, например, досье контрагента – это сведения из ЕГРИУ и ЕГРИП, ну, соответственно, если это какие-то индивидуальные предприниматели. По введенному ИНН мы можем сформировать достаточно полное меню, если, конечно, введены все сведения в справочник контрагентов. Начиная от того, что просто – регистрационные данные, и кончая тем, что мы можем посмотреть бухгалтерскую отчетность, проанализировать ее, сделать финансовый анализ и посмотреть проверки. Я не буду сейчас формировать это досье, потому что оно достаточно долгое время отнимает на формирование, а просто возможности хотелось показать, чтобы вы знали, что такая функция есть, и она, в общем-то, очень удобна, особенно когда требуется доказывать свою осмотрительность для налоговых органов. То есть отсюда можно получить данные, которые потом предоставить, что мы проявили достаточную осмотрительность, проверили контрагента, убедились, что он не однодневка, и, соответственно, начали с ним дальше спокойно работать. Если у вас есть другие режимы, или вы торгуете, например, товарами, которые попадают под обязательную маркировку, то перед тем, как начать работать в программе, обязательно нужно проставить флажочки, которые касаются этого подразделения. Все остальное, то, что мы здесь видим, тоже, соответственно, требует внимательности и заполнения. Как только мы забыли проставить какой-то флажок, у нас отключился достаточно большой блок аналитики, и, соответственно, отключились документы, которые сопровождают именно этот раздел, то есть тот, где мы не проставили флажок. Работа в конфигурации может строиться и самостоятельно, то есть заполнение сначала справочников, которые имеются, и потом уже работа с документами. Но эффективнее всего воспользоваться все-таки помощью специалистов 1С, фирм, франчайзи, которые имеют в этом опыт, потому что все конфигурации 1С очень требовательны именно к первоначальным настройкам. Если при первоначальных настройках не было уделено внимания достаточного заполнению справочников и первоначальной настройки программы, то потом будут возникать сложности и при закрытии периодов, и при формировании себестоимости. Ну, то есть проблемы потребуют гораздо больше и времени, и средств на их устранение. Итак, в меню покупки у нас есть перечень документов, которые в этом разделе могут формироваться и сопровождают бизнес-процесс поступления товаров в организацию, на склады, в производство, в торговлю и так далее. Предусмотрено несколько режимов работы, то есть работа с российскими поставщиками розничной торговли, работа с импортными поставщиками, возможность проверки партнеров и проверки дебиторов, то есть тех, кто вам что-то должен. Про настройку мы уже немножко поговорили. Есть в настройках один очень интересный пункт. Это срок оплаты поставщикам. Я специально делаю на нем акцент. По какой причине? Практически в 1С цепочка представляется таким образом. В идеальной, так сказать, виртуальной фирме мы делаем первоначально счет покупателю. На основании счета покупателя мы можем сформировать счет поставщику и дальше уже соответственно документы поступления и так далее. И основные пункты, которые требуются заполнить, это контрагенты, договора контрагентов. В договорах достаточно много информации, которую можно заполнять, если мы хотим использовать все функции программы. Но во всех договорах есть вот такой небольшой пункт. Срок оплаты поставщикам. И если мы не задаем здесь какие-то данные, то есть, например, что у нас отсрочка по оплате и так далее, то программа принимает этот срок равный нулю. И в этом случае вся задолженность, которая у нас в программе будет формироваться, будет считаться просроченной. Если мы устанавливаем другой срок, то, соответственно, в просрочку это будет попадать только после окончания того срока, который мы указываем. Итак, здесь есть документы, не только которые сопровождают товародвижение, но и которые, можно сказать, формируют состав затрат. То есть, что мы включим в состав затрат, что не включим, и некоторые административные документы, ну, например, это доверенности. Доверенности, в принципе, можно формировать и из самих документов, и просто использовать как шаблон для печатных форм. Соответственно, можно работать со счетами от поставщиков, и этот режим у нас, в общем-то, можно разделить на две части. Первая часть – это если мы счета от поставщиков используем только в качестве получения платежных реквизитов, или если мы потом их используем для заполнения табличных частей, уже для документов поступления. Обратите внимание, здесь есть колоночка, где отметка стоит «Оплачен, не оплачен». То есть, если мы используем счета со всей функциональностью, которая в них заложена, то в этом случае мы можем отслеживать и их оплату, и их реквизиты, то есть дату, номер и так далее. Во всех журналах то, что мы сейчас перед собой видим, это журнал счетов от поставщиков. В любых журналах, любых документов, которые есть в конфигурации, действует одна и та же система работы с этими журналами. Например, вот верхняя строка, где заголовки колонок, может быть применена сортировка. Ну, например, дата. Если я нажимаю по этому полю курсором, то у меня либо по возрастанию, либо по обмыванию применяются фильтры. То же самое можно делать по номеру организации, по контрагентам, ну, то есть практически по всем полям, которые у нас есть в журнале. Кроме этого, есть еще кнопочка «Еще». В предыдущих конфигурациях, в предыдущих версиях конфигурации было немножко другое строение, и в верхней панели меню была кнопочка «Сервис». И многие из этих функций, которые мы сейчас видим, когда пытаемся использовать кнопочку «Еще», были расположены именно в меню «Сервис». Сейчас в каждом журнале есть кнопочка «Еще», и туда перенесены технические функции. То есть пометка на удаление, изменения, копирование и так далее. То есть если вы не нашли знакомые пиктограммки, знакомые функции в верхней панели «Меню», то стоит обратиться к кнопочке «Еще» и посмотреть здесь. Вся функциональность, которая присутствовала в предыдущих конфигурациях, в этих конфигурациях тоже сохранена. То есть ущерба, так сказать, функциональности и производительности никакой не происходило. Единственное, что просто компоновка немножко по-другому. Еще хочу обратить ваше внимание на настройки. То есть можно сделать свои настройки, выбрать, какие нам нужны. То есть, например, какие столбики мы хотим видеть, даже цветовую гамму. И в этом случае, после того, как мы выбрали настройки, мы можем их сохранить для себя как персональные настройки и, соответственно, в дальнейшем их использовать. Точно так же можно присоединять файлы, фотографии. Ну, собственно говоря, все, что вы считаете нужным, можно к каждому документу использовать как приложение. Счета поставщиков, кроме информации про то, по каким платежным реквизитам и по каким товарам мы хотим работать. Дают еще и другую информацию про ответственных, про подразделения. Ну, то есть достаточно большой блок, который... достаточно большой блок аналитики, который зависит от этого раздела. Если мы используем счета поставщиков только для получения правильных реквизитов для оплаты, то в этом случае мы себе немножко усложняем работу, потому что документы поступления в этом случае придется либо набивать вручную, либо подгружать, ну, то есть делать дополнительные операции. Если мы использовали весь функционал, то формируем на основании счета уже документы поступления. Обратите внимание, в этой конфигурации, то есть в бухгалтерии, три и выше предусмотрено разделение, то есть поступление актов и поступление до просходов. Это так же, как было и в предыдущих конфигурациях. Но, кроме этого, у нас в журнале документов поступления есть возможность использовать разные виды приходных первичных документов. То есть разделены отдельно ТМЦ, то есть те, которые имеют количественный учет, и услуги отдельно, то есть то, что не имеет количественного выражения. Комиссионная торговля и, собственно говоря, работа с довальческим сырьем. То есть на каждый из этих бизнес-процессов можно формировать отдельный документ. Обратите внимание, что и услуги, и товары позволяют формировать упрощенный передаточный документ. То есть при работе на общем режиме, соответственно, позволяет обойтись одним документом вместо двух документов. Кроме этого, у нас есть еще и другая возможность. Давайте попробуем с вами посмотреть, например, документ товародвижения, то есть накладную на поступление товаров. При заполнении мы можем сразу по ходу работы с документом заполнять справочники, которые у нас здесь присутствуют. Но, например, мы упустили их заполнение при первоначальном этапе. Обратите внимание, два окошечка для номера. То есть здесь заполняются реквизиты, которые указаны в документе от поставщика. Здесь программа присваивает свой порядковый номер и дату, когда мы получили этот документ. То есть, например, документ может быть датирован первым января, ну, например, номер один от первого января. Но получили мы его уже там только одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и так далее. И есть окошечко получен оригинал или не получен. Это бывает очень актуально, если происходит обмен документами по электронной почте или наши партнеры находятся в другом городе и сначала выслали нам документы по электронной почте, а уже потом переслали оригиналы. В этом случае вот этот флажок позволяет по журналу определить получен или не получен оригинал документов, проведен или не проведен. Итак, выбираем организацию. Я выберу юридическое лицо и контрагента. То есть, в справочнике контрагента очень важна структура этого справочника, иначе будет неудобно работать. Соответственно, покупатели и поставщики это достаточно условное деление, поскольку в конфигурации предусмотрен учет, возможность, точнее говоря, учета и в роли покупателя и в роли поставщика одного и того же контрагента. То есть, у нас могут быть с ними разные договора, и по одному что-то продаем мы какие-то, например, услуги, а по другому что-то мы покупаем, у него, например, какие-нибудь товароматериальные ценности. Единственное, что следует выводить, это обычно в отдельной папке, то есть, отдельную группировку соблюдать на банке, государственные органы, может, какие-то налоговые внебюджетные фонды. Ну, то есть, следует продумать структуру справочника, это достаточно сильно облегчит вам в дальнейшем работу. Ну, мы выберем поставщика и выберем для начала русского поставщика. То есть, российскую организацию. Выберем склад, на который мы хотим, чтобы у нас поступал. Ну, выберем основной склад. И договор. Хочу отдельно остановиться на договорах. Если мы посмотрим карточку договора, то здесь видно, что кроме основной информации, которая заполняется в главном окне, есть дополнительные функции, то есть, документы, счета расчетов с контрагентами и так далее. Каждый договор лучше всего все-таки называть. Автоматически программа создает основной договор, то есть, чтобы, если вы забыли или не обратили внимание на этот пункт, программа создает, так сказать, дежурный договор, называет его основной, но в последующем работать с таким названием будет очень неудобно, потому что при попытке посмотреть журнал договоров у вас будет вся страница и списан основной договор, основной договор, основной договор. И дальше будет очень проблематично с этим журналом работать, потому что определить, к кому какой из основных договоров относится, достаточно сложно. Второй момент – это по зелененьким пунктам меню. Если пройтись, мы открываем их и заполняем соответствующую информацию. Еще раз хочу напомнить, что каждый незаполненный реквизит отключает какой-то блок аналитики. Поэтому, на первых, особенно порах, пока мы еще не знаем всех возможностей программы, нужно очень внимательно и по возможности подробно заполнять всю информацию, которую вы видите. В последующем это сэкономит вам и время, и поднимет настроение, потому что не надо будет возвращаться назад и делать ту работу, которую вы уже делали, но не очень внимательно или в спешке. Соответственно, здесь выбираются основные параметры по договору. Выбирается валюта договора. Если мы выбираем, что валюта идет не в рублях, а в какой-то другой валюте, ну, например, в долларах, то появляются дополнительные поля для заполнения. Если у меня стоит здесь цена в USD, а оплата в рублях, это значит, что у нас с вами договор заключен в условных единицах. Если я поставлю USD, то значит в этом случае у нас иностранный поставщик. То есть если я сейчас попытаюсь вот такую информацию сохранить, программа мне рубнется, потому что у меня ИНН российский введен, а договор в валюте, а расчеты в валюте между российскими предприятиями не разрешены. Это я показываю на случай, если у нас не резидент, и мы заполняем про него сведения. Соответственно, заполняется сведение про то, что предприятие применяет НДС или не применяет, и выступает наша организация в этом случае в качестве налогового агента по НДС или не выступает. Хочу обратить внимание еще вот на такой пунктик. Подписи. Вроде с одной стороны, на первый взгляд, это кажется достаточно интересным пунктом. Да, он интересный, он позволяет сформировать сразу документы с подписью, с указанием подписантов с нашей стороны, ну, соответственно, те, кто назначен, руководители, со стороны партнера, те, которые должны фигурировать в первичных документах. И флажок «Договор подписан». Это тоже достаточно важный момент, когда мы работаем либо с иногородними поставщиками, либо с нерезидентами, потому что чаще всего в таком случае обмен документами происходит либо по электронной почте, либо по электронным каналам связи. И, в общем-то, в этом случае бывает тяжело отследить наличие именно оригинала документа. Дополнительная информация – это срок действия договора, если он у нас имеется, то есть если договор имеет конечный срок, это позволяет отслеживать, чтобы договор не был просроченным и своевременно его либо пролонгировать, либо принять какие-то другие действия. И виды расчетов. Ну, соответственно, виды расчетов в нашем случае могут быть достаточно много видов расчетов. Это может быть и безналичный расчет, экваринг, например, расчет аккредитивами и так далее. Теперь посмотрим, что у нас есть в верхней панельке меню. Ну, во-первых, документы. То есть это, соответственно, разные договора с разными видами обязательств. То есть где-то с покупателями, где-то с поставщиками. И плюс к этому у нас есть очень интересная функция. Это шаблоны договоров. То есть мы можем из меню справочники меню покупки и продажи использовать шаблоны договоров. Это очень удобная функция, потому что вот обратите внимание, у нас здесь созданы в домобазе они как образцы просто. На самом деле они позволяют заполнять текстовый документ, который можно редактировать. Ну, вот, например. и заполнять, то есть вести учет договоров и получать сразу печатную форму, которую можно отсюда же сразу направить по электронной почте нашим партнерам. можно обставлять какие-то другие графические, например, объекты, логотипы, ну, то есть работать с цветом, то есть вердовская панель функций, и мы можем работать с этим документом, как в обычной верде. нет, мы не будем сохранять изменения, и мы вернемся обратно к нашим договорам. После того, как мы заполнили договор, мы его выбрали в документ, нет, нам не надо сохранять, выбрали какой-то конкретный документ, мы можем приступать уже к заполнению табличной части. Если у нас был счет на оплату, то есть если мы изначально ввели счет, то в этом случае у нас табличная часть будет заполнена уже автоматически, то есть если мы используем функцию создательного основания счета документ поступления товаров. Хочу обратить ваше внимание на такие поля, которые синим выделены, то есть это сведения про то, как мы работаем с данным договором. грузоотправитель и грузополучатель это сведения, которые заполняются в грузовой отдел товарной, накладной. Ну и соответственно НДС это знакомая функция, то есть НДС в том числе или сверху, то есть как у нас заполняется дальнейшая табличная часть. И кнопочка УПД, то есть применяем мы УПД или не применяем, то есть пользуемся обычными товаро-транспортная накладная и отдельный счет фактуры. Если стоит вот такая отмяточка УПД, то значит у нас на печатную форму будет формироваться один документ, упрощенный передаточный документ. В печатной форме у нас достаточно большой выбор. Если в предыдущих версиях на каждый вот такой документ была отдельная позиция меню, то здесь все сведено, так сказать, к выбору конкретной печатной формы. То есть это и приходный ордер, если, например, у нас произошла неотфактурованная поставка, приходные накладные, если это были иностранные поставщики, можно вывести справку, ну, то есть вот видите, кроме обычный торг 12, мы можем еще разные варианты, при этом мы можем напечатать этикетки на поступивший товар и конверт с реквизитами этого документа. Еще хочется сказать про один очень интересный момент. Если мы не выбираем, что это было ОПД, то оригинал документа и оригинал счета фактуры получен, можно отметить флажочками, в этом случае мы будем точно знать, что при подготовке декларации по НДС, если у меня стоит флажочек счет фактуры получен, значит, у нас есть первичный документ, который нужным образом оформлен, и мы уже можем не переживать за дальнейшую его судьбу, что его налогу не примет или какие-то другие у нас с ним возникнут сложности. Можно использовать по штрих-коду возможность подбора по штрих-коду, можно использовать возможность подбора из нескольких документов. И еще есть очень интересная клавиша «Изменить». «Изменить» это значит, что мы можем какие-то конкретные данные, скажем так, в централизованном порядке изменять, то есть добавлять из документов конкретные выборы из каких документов, менять цены, если, ну, например, мы скопировали какой-то другой документ, а цены у нас в нем отличаются. можем добавить какие-то дополнительные показатели. Группировку или что-то еще. Нет, не надо. Итак, мы с вами посмотрели, что у нас происходит в случае, если это делался документ с российским поставщиком и, соответственно, как работать с такими документами. Но при закупке у нас могут быть совершенно другие реалии, то есть мы можем работать с иностранными поставщиками, то есть по импорту. В этом случае у нас немножечко будет изменяться алгоритм работы и будут другие документы. Если мы с вами работаем с иностранными поставщиками, то, соответственно, момент выписки товара, то есть момент, когда товар загружен на какой-то транспорт, на автомобили, на железнодорожные, на самолеты, не совпадает с моментом перехода права собственности. То есть право собственности на иностранный товар у нас появляется только тогда, когда таможня поставила на таможенную декларацию, штампик, выпуск разрешен. Ну, точнее говоря, я не совсем правильно сказала, может быть, право собственности переходит в другой момент, если по договору предусмотрена другая ситуация, но все расчеты бухгалтерия будет делать по дате именно выпуск разрешен. В этом случае у нас должна быть возможность работать с документом декларации ГТД. Значит, берем ситуацию, когда у нас поступление от иностранного поставщика. В этом случае у нас будет другой немножко алгоритм. То есть первоначально мы делаем, например, счет. Я беру полный, так сказать, процесс. Мы делаем счет от иностранного поставщика. На основании этого счета мы делаем документ поступления товаров. Обратите внимание, что договор у нас в этом случае расчеты будут в USD и, собственно говоря, все остальные действия, расчеты с контрагентами тоже будут уже на других счетах. То есть будут использоваться, например, не 60-й 0-1, а 60-й там 23-й, 24-й и так далее. Мы формируем табличную часть. Соответственно, смотрим, что у нас получается по итогу. И на основании этого документа, на основании поступления товаров, мы выбираем документ ГТД по импорту. в этом случае у нас создается документ, у которого есть две закладочки. На закладочке разделы ГТД перенесена табличная часть, то есть перенесены наши товары. А вот закладочку «Главное» мы должны заполнить, потому что мы выбираем таможню, на которую поступил наш товар. Затем мы создаем чаще всего мы создаем номер ГТД и заполняем сведения про расчет из таможни. То есть чаще всего при поступлении импортного товара до того, как товар поступил и до того, как таможня начала с ним работать, делается депозит, с которого потом списываются необходимые платежи. И соответственно данные про депозит у нас заполняются здесь, таможенный сбор заполняется, ну штрафы дай бог, чтобы никогда не приходилось заполнять, но тоже если они вдруг возникли, заполняются на этой закладочке. И заполняется информация для бухгалтерии, что это такое было. Ну то есть если это штрафы, то соответственно будет какой статье доходов и расходов это будет отнесено. И обратите внимание на пунктик про НДС, то есть если мы ставим флажок отразить вычет НДС в книге покупок, то при формировании наша декларация, если была уплата НДС, эта информация попадет в книгу покупок. И разделы ГТД, то есть это то, что у нас указано в самой декларации, то есть какова таможенная стоимость, то есть наша сумма, сумма нашего поступления по курсу на момент составления декларации пошлины и рубли. то есть после того, как мы заполняем вот эти данные, то есть верхние странички, верхние части странички, после этого используем клавишу распределить и вот эти платежи, которые мы ввели в верхней части таблицы, у нас распределяются на все наши позиции, которые есть, соответственно руками это делать уже не требуется, а если не так, как в нашем случае, не 6 позиций, а, например, бывают и большие накладные, в которые содержат по 800 позиций больше, то согласитесь, с руками это очень трудоемко, а в этом случае мы можем себе сильно облегчить жизнь. И кроме того, что в автоматическом режиме формируется табличная часть, мы можем сюда добавить еще какие-то строки. В этом случае все строки, которые у нас сюда войдут при использовании клавиши распределить дополнятся данными, то есть какие суммы были распределены. Еще один момент, что, например, если я напишу миллион рублей и введу проценты пошлины, например, 5%, у меня программа заполнит расчетные данные, но их можно корректировать ручками, то есть мы спокойно можем брать данные из декларации, потому что бывает часто, особенно на крупных суммах, округление немножко не совпадает, то есть мы можем корректировать эти цифры вручную и, соответственно, уже после того, как все здесь будет заполнено, распределить эти цифры на табличную часть. Те же клавиши записать, провести, провести и закрыть и создать на основании именно отражение НДС к вычту. Нет, не надо нам сохранять дополнительно. и хочу обратить внимание еще раз на кнопочку печать, то есть у нас здесь достаточно большой выбор вариантов печатных форм и про это не стоит забывать. Итак, мы с вами посмотрели, каким образом происходит работа с покупками от иностранных клиентов. Кроме этого, в программу введены еще несколько очень удобных небольших функций и обычно все такие операции делаются вручную либо операциями, но вот в нашем случае при использовании последних конфигураций бухгалтерии добавлена возможность работать с билетами, потому что бывает ситуация, когда билеты приобретены например на несколько сотрудников на разные даты например в период то есть меню работы с билетами позволяет вести учет билетов, позволяет вести например возврат учитывать, обмен учитывать, доплата и видеть это все в журнале чаще всего ну во всяком случае в предыдущих конфигурациях это делалось либо через ручные операции либо через авансовые отчеты то есть например возможность обмена билетов, возврата билетов там было более трудоемко вести кроме того, что у нас есть необходимость распределять таможенные затраты на поступившие товары такая же ситуация бывает и в случае если транспортные расходы необходимо распределить на поступивший товар немножечко так сказать бухгалтерского наполнения что значит распределить дополнительно транспортные расходы то есть мы их вводим не отдельным документом поступления услуг которые сразу принимаем в состав затрат а мы распределяем эти расходы на товары которые поступили и соответственно они у нас попадаются в состав затрат уже тогда когда происходят какие-то действия с этими товарами то есть либо они продаются либо они передаются в производство то есть не в момент транспортных расходов а несколько отсроченно бывают ситуации когда можно ввести транспортные расходы отдельным документом и сразу принять состав затрат но бывают ситуации когда законодательно закреплено что мы должны учитывать эти затраты в составе цены на поступившие материалы товары и так далее значит в этом случае у нас существует отдельный документ поступления дополнительных расходов абсолютно такая же функция была и в предыдущих релизах и в принципе работает она по такому же принципу как и в случае работы с ГТД то есть создается документ соответственно с другим контрагентом чаще всего с каким-то сторонним перевозчиком видите вот у меня стоит основной договор то есть его не создавали эта программа создала дежурный документ значит я уже должна насторожиться и посмотреть а что же у меня тут записано потому что если я здесь не создала например счета расчетов с контрагентами то у меня могут быть проблемы потому что может быть неправильное распределение ну или например у нас электронный документ оборудоваться этой организации в этом случае тоже нужно быть очень внимательными значит у меня табличная часть точно так же заполняется из документа поступления а сумма которая мне нужна то есть сумма транспортных услуг с НДС или без НДС соответственно должна быть распределена по вот этим вот позициям и здесь же я должна выбрать по какому способу распределения эта сумма должна быть учтена то есть может быть пропорционально сумме может быть пропорционально количеству ну то есть если у меня есть например какие-то позиции если у меня есть какие-то позиции например на которые я точно знаю что мне надо большую часть распределить на какую меньшую я могу это сделать и вручную то же самое сразу обращаю ваше внимание на то чтобы создание на основании на основании этого документа мы можем сделать дальнейшие поступления либо денежных средств либо безналичного расчета ну то есть делать оплату по этому документу например чаще всего при транспортных расходах оплачивается только в том случае если перевозчик предоставляет оригинал документа перевозочного например цмр или товаро-транспортно-накладную уже с отметкой получателя о том что груз доставлен или таможня пройдена ну то есть в разных ситуациях в этом случае можно уже формировать сразу документы по оплате итак сопутствующие услуги то есть например товаро-транспортные расходы может быть это были услуги каких-то там поверенных брокеров еще чего-то то есть в этом случае это тоже дополнительная услуга которая будет распределяться на конкретный товар и будет формировать его себестоимость так в меню покупки есть еще достаточно интересный блок если вы работаете например с белорусскими товарами или с Казахстаном или еще что-то то есть в этом случае формируется комплект документов для предоставления всем заинтересованным органам ну то есть на таможне и так далее ну вот например с возможностью проверить это по данным которые существуют в электронном формате и выгрузить данные для передачи заинтересованным органам но поскольку у меня не указаны тут реквизиты документов то соответственно видите мне программа ругается что извините не готова выгрузиться и составление всех печатных форм которые требуются подать в налоговую инспекцию в таможню ну то есть весь комплект административных документов сюда автоматически заполнятся реквизиты которые мы указали в самом документе и табличные части которые у нас программа взяла из этого документа и так собственно говоря работа с поступлением у нас разбивается если можно сказать так на три раздела то есть работа с российскими поставщиками в этом случае мы формируем документы поступления товара материальных ценностей документы по поступлению услуг также возможность работать с билетами и возможность работать с комиссионной торговлей в этом случае если у нас комиссионная торговля то есть возможность формировать передачу товаров комитенту и отчеты комитентов и есть еще один очень интересный документ акты о расхождении то есть если например пришли пришли документы пришел товар и у нас например Например, обнаружена недостача или обнаружен бой, лом, порча. Ну, то есть обнаружены какие-то расхождения. Или нам положили наоборот то, что мы не заказывали, то есть какие-то лишние позиции. И обратите внимание, здесь у нас есть возможность работать с документами, которые сопровождают доставку. То есть, например, если у нас был собственный транспорт. В этом случае мы можем формировать путевые листы. Чтобы списать, берем, например, конфет-пром. В этом случае мы создаем документ, в котором указываем километраж, указываем маршрут. Ну, то есть полноценно заполняем путевой лист. И имеем возможность учитывать расход топлива и, соответственно, в этом случае денежных средств по перевозке именно этого товара. Например, у нас может быть в договоре предусмотрено, что доставка до каких-то конкретных складов. Ну, может быть, таможенные склады или какие-то другие распределительные склады. В этом случае не только возможность работать с документом, заполнить и учитывать топливо и расходы, но и выводить печатную форму и путевого листа, и авансового отчета, если это была доставка, например, собственным транспортом. И мы потом, в последующем, компенсируем сотруднику расходы на доставку груза. Хочу обратить ваше внимание, что кроме документов, с которыми мы работаем повседневно, то есть документами, сопровождающими товар движения и оказание услуг, мы можем работать еще с некоторыми отчетами. Ну, акты сверки у нас располагаются в нескольких разделах, то есть они есть и в меню продажи, и в меню покупки. На самом деле, это один и тот же журнал документов по актам сверки. Это штатный документ, мы на нем особенно не будем останавливаться. Акты инвентаризации расчетов помогают посмотреть, что у нас происходит с каким-то конкретным контрагентом. Корректировка долга позволяет зачесть, например, если у нас есть обязательства по разным договорам, за услуги должны нам, за товар должны мы, то можно использовать вот это меню для того, чтобы этот долг зачесть или уменьшить. А вот пункт досье контрагента, это уже немножечко из другой серии, то есть это больше административная информация, и я про нее уже говорила, то есть она помогает обосновать должную осмотрительность для налоговой инспекции, например, и так далее. Есть еще один интересный пункт справки о ДНС парк риски. Значит, этот сервис доступен, если у вас есть подписка ИТС проф, позволяет она по любому контрагенту запросить данные, например, Невский берег выбрать, запросить через открытые сервисы, то есть реестры ЕГРЮ, ЕГРЕП и так далее, налоговые органы, запросить сведения про данного контрагента. И можно получить эти данные в личном портале на, например, 1С. Извините. Так. Вот так. Есть у нас еще несколько очень интересных сервисов, один из них это надежность дебюторов. Надежность дебюторов это надежность тех, кто нам что-то должен. Конфидром возьмем, попытаемся сформировать, не удалось, потому что у меня нету интернет-поддержки, не подключено. Ну, на самом деле, это позволяет проверить, стоит ли, например, если у нас по договору предусмотрена какая-то предоплата с поставщиком, несмотря на то, что он достаточно, например, известный, надежный, посмотреть его состояние на текущий момент, может быть, у него там процедура банкротства запущенная или он находится в процессе ликвидации, то, соответственно, такую информацию можно получить дополнительно. Еще у нас достаточно много возможностей получить отчеты. Отчеты самые разные, чисто бухгалтерские, то есть вот это у нас меню отчеты, стандартные. Соответственно, здесь в отношении покупок, например, мы можем получить информацию чисто в бухгалтерском разрезе, то есть с использованием, так сказать, инструментов, которые именно в бухгалтерии используются. А возможно, например, и немножко административный, так сказать, блок задействовать. То есть регламентные отчеты, это в основном отчетности в налогу, в небюджетные фонды и так далее. А вот возможность переписки, уведомления, отправки уведомлений и получения данных из EGRU, это уже немножечко другой формат. И второй момент, это возможность зарегистрироваться в личных кабинетах, опять же, в государственных органах, если вам приходится работать, например, с госпредприятиями или какие-то другие варианты. Еще очень удачный и удобный формат – это обмен письмами. Во-первых, мы можем любые сведения отсылать. То, что мы сейчас видим на экране, это касается 1С-отчетности. А на самом деле мы можем любую отчетность, которую мы создали, напрямую из программы отправлять своим партнерам. Ну вот, например, если я хочу посмотреть какой-то акт сверки. Я его создала, я его проверила, посмотрела, что у меня здесь все заполнено, все то, что мне именно требуется. И после этого я могу использовать вот такую пиктограммку. Они есть в каждом виде документов. В этом случае я напрямую отправляю своему партнеру. «Хочу акт сверки», например, «Хочу еще дополнительное письмо». У меня уйдет сразу адрес электронной почты я могу ввести как руками, так и при настройках. То есть если я заполняю все сведения про контрагента, то есть заполняю его адрес, индекс, телефоны и электронную почту, то в этом случае я могу использовать вот этот вот функционал, для облегчения себе работы. То есть мне уже не надо сохранять там в каком-то PDF, и потом этот PDF переходить в почту и уже отправлять отдельно письмом своему партнеру. Я могу прямо, если можно так сказать, с экрана посмотреть и отправить эту информацию нужному контрагенту или нужному партнеру. Еще один момент очень интересный – это структура подчинения. Она была и в предыдущих версиях программы, но может быть немножко не в таком наглядном формате. То есть мы можем просмотреть всю взаимосвязь документов, всю структуру подчинения, иерархию, и какие документы у нас были использованы в этом формате. Вот такая пиктограмма, она встречается у нас не только в актах сверки, она встречается у нас достаточно много где. Еще хочу обратить ваше внимание, ну, скажем так, напоследок, на то, что в программах в бухгалтерии предусмотрен обмен с другими конфигурациями, то есть, например, с торговлей, с зарплатой и кадром. То есть мы можем, используя штатные механизмы, то есть без дополнительных доработок, использовать обмен, например, загружать в бухгалтерию данные по закупкам, по продажам, которые у нас ведутся во внешней программе, ну, например, торговля, ДНС-торговля и управления складом. В этом случае у нас будут сведения попадать напрямую в программу. Единственное, на что нужно обращать внимание в этих случаях, это на то, чтобы были синхронизированы справочники, чтобы не возникали дубли, потому что очень часто при вводе новых контрагентов или при вводе новых товаров, ну, например, фирма «Феникс». Если я пишу фирмой «Феникс», то у меня в торговле она будет «Феникс», а, например, в бухгалтерии она у меня начинается «ООО «Феникс». То есть, естественно, программа принимает эти расхождения как абсолютно разные юрлица. Это, возвращаясь к тому, что я говорила про то, что справочники, ну, например, контрагенты, лучше всего заполнять, используя сервис проверка контрагентов. То есть, в этом случае мы уже используем данные, которые берутся не из печатных документов, например, там, из договора, или еще где-то, где обычный человеческий фактор, то есть могли допустить ошибку. А данные берутся из официальных источников, например, ЕГРИЛ, ЕГРИП, и в этом случае уже не будет никаких неправильных данных, будет уже написано конкретно так, как зарегистрировано. Я немножечко хочу вернуться к справочнику контрагентов, поскольку этот справочник, в общем-то, при покупках один из важнейших. То есть, не настолько важны даже справочники номенклатуры, сколько справочники контрагентов, и справочники по договорам. Повторюсь про структуру самого конкретного этого справочника. То есть, на основной закладке интерфейс по всем данным, которые мы знаем про этого поставщика. И в случае, когда я ввожу вот здесь вот ИНН, у меня есть клавиша заполнить по ИНН, то есть, соответственно, вся остальная информация, которая есть в официальных регистрирующих органах, у меня сюда встанет. И обратите внимание, еще раз повторюсь, у многих это вызывает сложности, что есть три наименования. наименование ОАО РЖД, наименование полное, ну, допустим, группу, это понятно. Чем отличаются эти два наименования? То есть, полное наименование, это то, которое у нас будет использоваться в печатных формах. Ну, то есть, те же сета фактуры, там, например, если мы используем шаблон договора и так далее. А вот просто наименование, ну, берег, где у нас введен ИНН, будет более наглядно. Наименование вот здесь вот будет сокращенное, то есть без дополнительных расшифровок. И то, которое будет отражаться в журнале контрагентов. И вот здесь обратите внимание, вот именно Невский берег это компания, которая неправильно заполнена. Потому что начинается в нашем журнале контрагентов с ООО. В этом случае, поскольку мы в обычном наименовании указали ООО, пробел, кавычки и потом только Невский берег, мы отключили себе возможность использовать отбор по первым буквам. То есть петербургское печенье у нас тоже ООО, но заполнен вот этот справочник правильно. Потому что пока вы введете ООО, потом один пробел, а вдруг было два пробела, а потом кавычки были или не были, можно состариться. И естественно не добраться до возможности сортировки. То есть в наименовании указывается то, как нужно, как будет выглядеть именно в журнале. а то, что будет отражаться в печатных формах документов, это у нас графа полное наименование. Соответственно, договоры это вторая по важности информация, которая есть про контрагентов. И третья по важности для учета в программе, для ведения аналитики и так далее, это счета отчетов с контрагентами. То есть мы можем задать, такая функция была в предыдущих версиях, находилась она в меню сервис, мы можем задать возможность использовать счета как для всех наших организаций, так и только для одной конкретной. И соответственно, если я хочу какие-то, ну например, может быть у меня есть нестандартные субсчета, я могу сюда указать и в этом случае проводки у меня будут формироваться уже по тем данным, которые я дополню ручками. Если мне этого не нужно, то у меня встанут те, которые те счета, которые у меня предусмотрены для папки, для справочников контрагента. А здесь же есть возможность работать с лицензиями. Если у вас идет маркировка, если вы работаете с ЕГАИС, то в этом случае вот здесь вот можно использовать их лицензии. Еще один момент, это дополнительные документы, то есть все, что касалось конкретно этого, нашего Невского берега. Так. И еще из отчетов нам может быть интересен отчеты для, ну, то есть, так сказать, уже для малых предприятий. Если ваше предприятие небольшое и использует эту конфигурацию, то есть бухгалтерия чаще всего используется на некрупных предприятиях, у которых численность там до 30-50 человек, то в этом случае они попадают под определение либо малые предприятия, либо микропредприятия. Уточнить эту информацию можно на сайте ГосРосстата, и, соответственно, если вы относитесь к малым предприятиям, то у вас будет упрощенная отчетность. Собственно, поскольку меню покупки это не полностью все действия, так сказать, все бизнес-процессы, которые происходят в организации, мы сегодня, к сожалению, не можем остановиться на отчетности более подробно, потому что обычно регламентированная отчетность и общая отчетность уже учитывают все бизнес-процессы. В нашем случае мы сегодня разговаривали только про режим снабжения, закупок, то есть поступления товаров и услуг. Поэтому, к сожалению, про отчетность мы сегодня только вскользь расскажем, рассказали, вернее. Еще один момент, который тоже мне хотелось бы напоследок рассказать, это функциональные возможности этой программы. Хочу обратить внимание на меню обслуживания, то есть если пометка на удаление у нас есть в каждом документе, через кнопочку «Еще» мы можем пометить документ на удаление, то вот удалить, как в предыдущих версиях конфигурации, уже не получится, то есть эта функция убрана, так сказать, в дальний ящик, чтобы ей могли воспользоваться только те, кто имеют соответствующие права. Располагается это меню в обслуживании, то есть администрирование, потом обслуживание и удаление помеченных объектов. функционал абсолютно такой же, как был, только вынесен за кадр, если можно так сказать, то есть вынесено в отдельное меню. Здесь то же самое, сейчас программа предложит упс, извините, у меня нету прав, сейчас сюда войти, то есть программа предлагает выбрать период, выбрать документы, проверять ссылочную ценностность и так далее. А вот один для менеджеров, для руководителей есть еще очень интересный момент. То есть есть, можно посмотреть активных пользователей и можно посмотреть отчеты администратора. Вот если мы берем отчеты администратора, то мы можем посмотреть, например, если у нас работают операторы или там какие-то, может быть, коммерческий агент, может, какие-то другие сотрудники, по которым нужно просмотреть их нагрузку, с чем они делали, то есть, может быть, где-то накосячили, то в этом случае у нас есть анализ активности пользователей. Активность пользователя, вот первый пункт, это конкретно по одному конкретному человеку, что он делал, с какими документами он работал и так далее. А если анализ активности пользования, то вот здесь у нас получается очень интересный журнальчик, который позволяет, ну, например, отобрать группу пользователей, ну, мы выберем, Акел промахнулся, выбрать группу пользователей и выбрать, например, вот с нового года мы возьмем с первой, у меня, наверное, не будет документов, но в любом случае, чтобы показать, выбираем период, выбираем группу пользователей и в этом случае мы можем посмотреть, что конкретно они делали в программе, сколько часов они работали, из чего это складывалось, то есть, допустим, вот на этой неделе человек проработал только два дня и сделал только один документ, кроме этого, то есть документов он может быть и не делал, но он работал, например, со справочниками, с корректировкой остатков или еще с чем-то таким, таким, что не попало вот в эту часть отчета. Мы можем посмотреть, сколько у нас одновременно работало, например, у нас есть три операциониста, работали вместо трех только один, один, один и вот теперь только три. А кроме этого, позволяет вывести в графическом формате очень наглядно деятельность человека за выбранный период, то есть деятельность конкретного пользователя. Ну, то есть вот у нас Абрамов за этот период синий цвет это справочники, красный цвет это изменение справочников, то есть он у нас ввел семь справочников и 23 изменил. Соответственно, Ларионова Светлана Викторовна работала менее продуктивно, а вот по документам у них практически одинаково, то есть у всех ноль, то есть документов они за этот период не вводили и не изменяли, но при этом все-таки какую-то работу производили. То есть, так сказать, такой красивый наглядный шпиончик, который позволяет отследить работу специалистов, менеджеров, в общем-то проанализировать их нагрузку и так далее. Достаточно удобно и для руководителей подразделений, для руководителей каких-то объектов. и еще то же самое хочу сделать небольшой акцент на то, что возможность изменения и возможность поиска дублей у нас тоже переселилась в этот раздел. То есть корректировка данных, меню администрирования, обслуживания, корректировка данных, поиск, удаление дублей. В предыдущих версиях и в разных других релизах эта обработка присутствует, но присутствует она немножко в других разделах, поэтому на первых порах здесь ее достаточно сложно запомнить, где она находится. На самом деле обработка очень эффективная, комфортная и позволяет особенно при переносе, если был перенос из другой программы, позволяет быстренько найти дубли, очень корректно переключить ссылки и удалить ненужные объекты. И еще одно полезное свойство это обновление программы, то есть если у вас программа неизмененная, не снятая с поддержки, то в этом случае вы можете обновляться самостоятельно, естественно, при наличии подписки ИТС. на этом разрешите закончить нашу встречу. Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Если у вас возникает такая потребность, то обращайтесь пожалуйста к нам либо по электронной почте, либо по телефонам, которые указаны у нас на заставочке. Мы будем рады помочь вам настроить программу, показать вашим сотрудникам, разработать под вас какие-то конкретные процессы, документы, в общем, быть вам полезными. Спасибо вам за внимание. Разрешите попрощаться. Всего доброго. Спасибо за время, уделенное нашей компании. Редактор субтитров Редактор субтитров